Китайская роза – уход в домашних условиях Китайская роза – уход в домашних условиях при выполнении правил и рекомендации несложный и нетрудоемкий. Растение изначально росло в Малой Азии, Индии и Китае. Восточные люди считают, что у цветка есть некая магическая сила. Он может благоприятно влиять на биополе человека. Сами цветки девушки используют для украшения волос. Описание розы Китайская роза – гибискус представляет собой кустарник, напоминающий маленькое дерево. Называют эту культуру еще «цветок любви». Дополнительная информация – роза обыкновенная и гибискус не являются сородичами. Тем не менее, они похожи по цветению и по строению листьев. Китайская роза – гибискус, дома цветки крупные, бывают разного цвета. Пестик и печинки срослись и острием торчат из лепестков. Сам куст одревеснивал и напоминает деревце. Листовые пластины очень красивые, зеленые и глянцевые. Культуру часто используют в декоративных целях. В природе роза достигает 4 метров. В домашних условиях эти показатели меньше. В помещении роза может достигать 1,5 метра. Сажают ее в катки и ставят на пол, так как корневая система и само дерево требуют много места. Культура эффектная и популярная. Ее сажают в административных зданиях, в жилых домах, квартирах. Гибискус живет до 20 лет. В уходе неприхотлив. Для разведения используют древовидные формы в одиночку, так и в композиции, а также в зимнем саду. Катку размещают на полу или на подоконнике в просторной светлой комнате – холе. Гибискус – очень раскидистый куст. Но поддается формированию кроны. Некоторые разновидности выращивают как штамбовые деревца. Высота в комнате – до полутора метров, в природе – до 4-5 метров. Куст предпочитает светлое место, но без палящих солнечных лучей. Летом деревца выносят на балкон или веранду. Важно! Во время завязывания бутонов нельзя передвигать, поворачивать, переставлять гибискус, иначе опадут листва и цветки. Также куст начинает все сбрасывать из-за недостатка питательных веществ, скудного полива, низкой температуры воздуха. В весенний период гибискус пересаживают и удобряют, ставят в теплое место. При росте появляются желтые листики, нижние опадают. Это заболевание называется хлороз – недостаток азота и железа. Нужно отстаивать воду или добавить хилат железа. Когда в помещении сухой воздух, то розу нужно больше опрыскивать. Агротехника – оптимальная температура 20-25 градусов. Розы не переносят резких колебаний. Зимой благоприятно 12-18 градусов. В весенний и летний период необходимо поливать более регулярно, теплой и мягкой водой. Земляной ком должен быть полностью увлажнен. Следующий полив после высыхания верхнего слоя почвы. Через час землю можно порыхлить. Важно! Во время завязывания бутонов нельзя передвигать, поворачивать, переставлять гибискус, иначе опадут листва и цветки. В период покоя в зимнее время цветок увлажняют умеренно. Чтобы избежать загнивания корней, нужно выливать воду из поддона. Для розы на необходимо умеренное увлажнение. Его периодически опрыскивают. В жару нужно увлажнять особенно регулярно, а также в зимнее время при сухом воздухе. Цветок опрыскивают под душем. Цветок регулярный в небольших количествах нужно удобрять. Чередут минеральные добавки с органическими коровяк 1 часть на 10 часов. Воды. Для бутонизации удобряются лями и фосфора. Главное, не переборщить, чтобы не произошло угнетение роста. Умеренно надо пользоваться и нитратами. Будет вместо цветов расти листва. Специальные комплексные подкормки. Радуга, идеалы и другие. Подкармливают розу с апреля по август. Частоту внесения удобрений определяют опытным путем, наблюдая за ростом кустика. В зимний период подкармливают раз в месяц по 1-2 фосфора и калия. Перед внесением питательных веществ розу следует полить чистой водой. Обрезка улучшает бутонизацию, так как бутоны формируются на молодых побегах. Делают все процедуры в весенний период перед пересадкой. Обрезают все невзрачные и высохшие побеги. Здоровые ветки укорачивают на 1-2 или 1-3. На заметку, если не обрезать розу, то она вырастет раскидистой и будет занимать много места. Гельбискус через короткое время снова разрастется. В июле обрезку повторяют. Роза выпускает бутоны даже в октябре и ноябре. В весенний период перед началом роста прищипывают кусты молодые побеги. Во время процедуры необходимо придать определенную форму розы. Не надо жалеть больных и недоросших веток. Нужно удалять конкурирующие со стволом вертикальные побеги. Также удаляют ветви растущие внутри загущающие куст. Формирование кроны обрезка по своему вкусу. Красиво смотрится обработка в виде штамбового дерева. Постоянно удаляют боковые ветки, пока куст не вырастет до необходимой высоты. Далее срезают верхушку и дают отрасти шести боковым побегам для формирования объемности. Размножение семенами, отводками, делением кустов, прививкой, укоренением зеленых стеблевых черенков. Наиболее распространен последний способ. Срезают черенки круглый год, но наиболее подходящее время – весна и лето. Черенки обрезают до 10 см, оставляя 3 междоузли и укореняют в воде или почве. Температура должна быть 21 градус. Важно! Для стимуляции роста корней черенки обрабатывают углем или фитогормонами. Гибискус укореняется в любых условиях, но наиболее быстро – во влажной смеси песка и торфа. Сверху ставят стеклянную банку или обрезанную пи-бутылку, создавая эффект теплицы. Листовые пластинки наполовину подрезают для лучшего укоренения. Если роза принялась, то начинает выпускать бутоны уже через год. Емкость для посадки подбирают просторную. В приемлемых условиях роза быстро разрастается. При пересадке цветка нужно это учитывать. В тесных емкостях роза медленно растет, но зато активно выпускает бутоны. Гибискус любит хорошо освещенные окна. Подходят восточные и западные стороны. На юге нужно будет притенять. Уже с марта роза бутонизирует до самой осени. От летних палящих лучей следует прикрывать. Роза антиневынослив. У многих получается выращивать его на северном окне, но бутонизирует он тут реже. Интересно. Летом можно выносить гибискус в сад, на веранду или террасу, но избегать палящего солнца. Пересадку осуществляют до распускания цветов. Март-апрель. Молодую розу перемещают раз в год, взрослую только через два. Для крупных деревьев рекомендуется замена верхнего слоя земли в катке на питательный состав. Одновременно проводят обрезку. Черенки можно укоренить. Через месяц после перемещения розы проводят подкормку. Для посадки хорошо подходит питательный грунт. Цветок плохо переносит известковый субстрат. Земляные смеси для гибискуса. Дерновый земли 2 часа. Листовой 4 часа. Перегноя 1 час. Песка 2 частей. Дерновый земли 1 час. Перегноя 1 час. Торфа 1 четвертая часть. Костной муки и песка. Все компоненты по одной части. Дерновый, листовой земли. Перегноя торфа. Песка 2 часа. Дерновый 1 час. Перегноя 1 час. Торфиной земли 1 час. Песка и добавляют кусочки древесного угля. 2 часа. Плодородной огородной земли 1 час. Торфяной 1 час песка. Для крупных кадочных экземпляров используют тяжелую почву. Роза хорошо растет и на торфяной земле. Важно! Обязательно добавляют в субстрат роговую стружку 15 грамм на килограмм смеси. Гибискусу нужен дренаж, чтобы вода в емкости не застаивалась. Делают мульчирование, так почва лучше сохраняет оптимальный уровень влажности. Период покой октябрь-февраль. Подготавливают цветок, прекращают удобрять и сокращают полив. Розу переносят в комнату с температурой 12-18 градусов. При таких условиях начинают закладываться цветочные почки. Не стоит располагать гибискус рядом с отопительными приборами. При высокой температуре и низком освещении могут опадать листики. Увлажняет умеренно. Бутонизация обильная и продолжительная. Период длится с апреля по октябрь. Через сутки цветок увядает потом снова распускаются новые бутоны. Гибискус – выносливая культура, может расти в самых неподходящих условиях. Он выдерживает сквозняки, холод, темноту, мирится с ошибками при поливе. Бутоны гибискуса. Для полноценного распускания цветов нужно поставить розу в светлое место, особенно в зимний период. Регулярно вносить азотные минеральные подкормки. Ежегодно обрезать, чтобы стимулировать бутонизацию. При соблюдении всех правил гибискус регулярно выпускает бутоны. Уход дома в горшке. Домашний цветок. Дерево роза. Как ухаживать? Вырастить гибискус несложно. Даже новичок справится с разведением кустика в комнатных условиях. Нужно поддерживать оптимальную температуру в 19-23 градуса. Влажность должна быть около 60%. Также нужно регулярно опрыскивать куст. Почему гибискус в комнате не цветет? Значит, температура или выше, или ниже нормы. Место в квартире выбирают с южной, юго-восточной или юго-западной стороны. Сорта с коричневатыми цветами могут переносить и полутень. Секрет опытных цветоводов. Роза неприхотлива и очень красива, но есть некоторые нюансы ухода за цветком гибискуса. В домашних условиях требуется регулярный. Полив для бутонизации. Нужно много света и правильно обрезать. При посадке семена замочить. Так быстрее появятся всходы. Семена помещают в стакан с водой и ставят рядом с обогревателем. Подкормить надо вечером или в пасмурную погоду. Перед процедурой полить цветок. Не вносят подкормки в период покоя сразу после пересадки. После покупки розы нужно сразу пересадить, так как обычно в магазинном контейнере плохой грунт. Там добавлены стимуляторы роста бутонов, тормозящие развитие деревца. Гибискус не любит резкой перемены климата. Если он выпустил бутоны, то из-за этого может их сбросить. Лучше стараться заранее выносить цветок на место бутонизации. В выводе розы из состояния покоя нужно обеспечить полив подкормку, свет, тепло, иначе она будет сбрасывать бутоны. Не перекармливать азотом будут излишки листвы. В осенние и зимние периоды цветок перемещают на покой. Перед пробуждением нужно сделать обрезку. Даже новичок сможет вырастить китайскую розу в домашних условиях при соблюдении описанных выше правил агротехники. 0.0 VOT ARTICLE RATING